Всем привет, друзья! Меня зовут Вероника Джейми и добро пожаловать на мой канал! Как вы поняли, сегодня я буду снимать, пожалуй, одно из моих самых любимых видео, а именно я буду собирать вместе с вами чемодан в путешествие. Уже завтра утром я улетаю в Дубай, и это будет мое первое путешествие за два года. Наконец-таки мы с мамой уезжаем в отпуск, чему мы обе безумно рады, хотя полностью спокойными мы будем только тогда, когда уже будем в Дубае, когда точно пройдем все тесты на коронавирус, и когда мы точно будем уверены, что все хорошо. Если вы новенький на моем канале, то, пожалуйста, подпишитесь. Я буду снимать огромное количество влогов из Дубая и всяких классных видео про шоппинг, про достопримечательности Дубая, так что я настоятельно советую вам не пропустить мои видео. Ну, а если вы меня уже знаете, то я очень рада вас видеть вновь. Посадывайтесь поудобнее, и давайте вместе собирать мой чемодан в Дубай. Пожалуйста, поставьте лайк, и мы начинаем! Мой желтый чемодан со мной уже несколько лет. Я привезла его из Стамбула, и он служит мне верой и правдой, так что давайте повезем его в очередное путешествие, и для начала откроем. Ну что, вот мой чудесный чемоданчик, и начну я, пожалуй, не с этого отсека, а с вот этого отсека, куда я положу всякие вещи, которые не являются одеждой. Первое, что я положу в свой чемодан, это пакет с носками, нижним бельем и купальниками. А купальники я вам с радостью покажу. Мой любимый чудесно-нежно-розовый купальник, очень удобный, очень милый, и в нем просто одно удовольствие плавать. А второй, это мой новый купальник, тут написано Coca-Cola, тут, как вы видите, даже до сих пор есть еще бирка, потому что я его еще ни разу не носила, ни разу в нем не плавала. Так что я думаю, что Дубай это отличное место, чтобы это исправить, и посмотреть, насколько же этот купальник удобный. Носки я решила взять максимально легкие, простые, комфортные и нежных цветов, потому что это Дубай, там просто вечное лето, поэтому я не хочу никакого черного, ничего негативного, только позитив. И, кстати, у меня еще есть носки с логотипом Coca-Cola, и, по-моему, это просто очень мило. И я как-то не подумала о том, что этот пакет займет половину отсека, а мне еще много вещей туда нужно положить, так что... Это не смешно. Следующая, это моя косметичка, которую я стабильно всегда беру с собой, и иронично, но в этой косметичке вообще нет косметики, потому что я не крашусь, я просто не умею, и у меня как-то нет в этом особых потребностей. Во-первых, тут лежат две зубные щетки, моя и мамина, я как раз купила их сегодня, чтобы с новыми щетками радостно поехать в Дубай. Взяла две увлажняющие масочки, они у меня уже достаточно давно лежат, и я все никак ими не воспользуюсь, потому что нет какой-то определенной нужды, но в Дубае я знаю, что мне захочется как-то заботиться о себе, о своем теле, о своей красоте, поэтому в Дубае обязательно воспользуюсь этими двумя масочками. Еще тут лежит вот такой вот нежный, чудесный розовый ободок, он просто милейший, он очень легкий, и в отличие от этого ободка, он абсолютно никак не давит на голову, так что думаю, что с какой-нибудь милой юбочкой, с футболочкой это будет просто отличный выбор, и он хорошо наполнит мой образ. Взяла вот такую небольшую коробочку духов, они прямо из Парижа, мне подарил их папин друг, который является коренным парижанином, и он несколько раз перейдал в Россию, потому что ему просто очень сильно нравится Россия, и он ждет, не дождется возможности сюда вернуться, и каждый раз, когда мы видимся, он всегда приносил какие-то подарочки, и в последний раз это были чудесные духи, и, кстати, это была не одна коробочка, а это была такая большая коробка, и там где-то пять вот таких маленьких коробочек, и я просто в восстоке от этих духов, я пользуюсь ими вообще каждый день. Гигиеническая лечебная помада, потому что у меня очень сильно сушатся губы, и я надеюсь, что это связано только с холодом, и что когда я буду в Дубае, это пройдет, но на всякий случай лучше всегда иметь такую помаду под рукой. Также в этой косметичке лежат разные резиночки для волос, какие-то сережки, в общем, по мелочи все то, что может пригодиться девочке. Следующая вещь, пожалуй, одна из самых важных, которую нужно брать вообще в любое путешествие, даже если это теплая страна, всегда всякое может случиться, тем более, когда во всем мире пандемия. Это маленькая аптечка, таблетки, что-то от горла, что-то от головы, от насморка, потому что мало ли что, чтобы не болеть во время отпуска, потому что, мне кажется, нет ничего хуже, чем болеть во время отпуска. Еще здесь у меня лежит зубная паста, и все, больше не требуется никакие объяснения, это зубная паста, все знают, как работает зубная паста. И также мой любимый крем, который я покупаю в Ивроше, каждые несколько месяцев, он увлажняющий, потому что у меня очень сухая кожа, и я купила его буквально позавчера, новую пачку, новую пачку... Как называется это? Это же не пачка, это... Я просто купила себе новый крем, чему я очень рада. Это чудесная, красивая, в новогоднем стиле сумочка, которую мне подарили в Ивроше, и здесь лежит то, что вы, наверное, никогда в жизни не угадаете. Это... Внимание! Карты Таро. Вообще, у мамы это не только хобби, это именно ее как работа. Я не вижу в этом ничего плохого, в этом нет ничего, что может быть как-то опасным, или что-то, что может вызвать негативные эмоции. Нет, это просто карты, и у мамы огромное количество карт, они все очень красивые, и поэтому я очень рада, что моя мама занимается тем, что она действительно любит, поэтому она берет их с собой, если вдруг ей позвонят в работе, и она сможет кому-то погадать. Мой любимый человек нашел то занятие, которое доставляет ей радость, и я очень надеюсь, что в моей жизни, в будущем, я тоже найду что-то, что будет делать меня максимально счастливой. Вот, так что карты мы берем с собой. Обязательно для прогулок по пляжу, или просто по отелю, по номеру, нужны всякие удобные тапочки. И последнее, что я положу в этот отсек, это моя сумочка на каждый день, потому что полечу я с рюкзачком, а сумочка подходит практически ко всему, и чтобы положить телефон, камеру влоговую, и там что-то по мелочи, вот, возьму с собой. С этим отсеком мы закончили. Вот в этот маленький сеточный кармашек я положу чехол для телефона, который можно использовать под водой, потому что это, на самом деле, очень классная штука, я ее тестировала уже, и снимала пару таких видеопробных, когда ходила в бассейн у себя в Питере. И, боже мой, на самом деле, качество видео точно такое же, как когда снимаешь без чехла, но сам факт того, что ты можешь что-то делать под водой, это так здорово, поэтому обязательно возьму с собой. В бассейне что-то поснимай, например, для сторис в Инстаграм. Кстати, будет очень много сторис в Инстаграм, и когда вы смотрите это видео, я только-только прилетела в Дубай, именно 1 декабря, так что подписывайтесь, ссылка всегда есть в описании, потому что я очень буду рада выкладывать для вас много сторис, и вы хотя бы чуть-чуть посмотрите на красоту Дубая, перед тем, как я начну выкладывать полноценные влоги. Еще я возьму с собой шоппер, который я купила пару дней назад, он очень-очень милый, на самом деле, это мой самый первый шоппер в жизни, я никогда не понимала, почему сейчас такая мода на шоппер, зачем их покупают, но когда купила, потому что не смогла устоять, он очень красивый, поняла, в чем его прелесть, так что, если что, в Дубае там что-то положить, сходить на шоппинг или там в продуктовый магазин, это просто шикарная вещь, и вообще здорово, что люди сейчас переходят на шопперы, потому что, правда, в мире очень много проблем, в том числе экологических, и если есть возможность лишний раз не покупать пакеты или пластик, то надо пользоваться этой возможностью. Ну и теперь, когда мы полностью заполнили этот отсек, мы переходим к самому интересному, это отсек с одеждой, я думаю, что вы больше всего его ждали, так что сейчас я буду показывать вам все, что я беру с собой в Дубае, все то, что я буду носить, фотографироваться и снимать для вас влоги. Мась! Я тебя люблю! Я тебя тоже, Зая! Первое, что я положу в отсек с одеждой, это будут мои кеды на каждый день белого цвета, потому что, мне кажется, Дубай это единственное место, где я могу их носить. В Питере даже летом их очень легко испачкать, поэтому хотя бы в Дубае, я надеюсь, там будет чисто, и я смогу спокойно гулять в белых кедах, потому что вряд ли там у меня будет возможность их постирать, так что скрестим пальцы. Положу их, кстати, как раз-таки в этот шоппер, это будет очень удобно. Следующая вещь, которую я положу, это вещь, которую я влюбилась с самого первого взгляда, когда я увидела ее в магазине. Это вот такая, тут даже до сих пор висит бирка, офигенная джинсовка невероятного цвета, и я, честно, просто в восторге от нее. Я давно настолько сильно не влюблялась в какую-то вещь, и я думаю, что это будет как раз то, что нужно носить в дубайский вечер, когда будет слегка прохладно, или там где-то, допустим, 22 градуса, 24. Думаю, будет супер, и на фотографиях, я уверена, смотреться на будет прекрасно, так что ее я вообще беру просто 100%, я не могу ее не взять с собой. Извините, пожалуйста, а почему я положила только первую вещь, и у меня уже заполнена половина? Следующая вещь это пиджак, в который я в магазине влюбилась просто с первого взгляда, настолько он мне, скажем так, зашел, он очень удобный, и в принципе это второй пиджак вообще за всю мою жизнь, наверное, но я в него просто влюбилась, потому что он такой длинный, удобный, и очень из приятного материала сделан, так что тоже на какой-то прохладненький вечер, или просто для фотосессии, мне кажется, будет вообще супер. Дальше я возьму одежду, которую буду надевать вниз. Итак, первое, это, конечно, шорты, потому что что еще можно носить в Дубае? Во-первых, я не хочу, чтобы мне было жарко, я хочу, чтобы мне было комфортно, во-вторых, я очень люблю эти шорты, и в-третьих, я бы хотела, чтобы у меня немножко загорели ножки, так что шорты вообще беспробочный вариант. Старые шорты, нежно-розового цвета, особенно мне нравится такой ремень в комплекте, они очень удобные, идеально походят на лето, так что, разумеется, я их беру с собой. И последняя вещь максимально не в моем стиле, это юбка, это уже очень странно для меня, так еще и клещ, эта юбка, просто посмотрите, какая она милая. Я не знаю, почему я ее купила, мне вообще не свойственны такие вещи, но что-то зацепило меня в ней, поэтому, почему бы и нет. Дальше несколько футболок. Первая суперяркая футболка, мне кажется, она была создана для вот этой вот суперяркой джинсовки, они идеально будут вместе. Вторая абсолютно простая футболка, такого телесного цвета, без какого-либо рисунка, она мне просто очень нравится, потому что она мега удобная, и, допустим, если съездить на пляж, решили сходить на завтрак, самое то, так что я решила ее взять. И последнюю футболку я купила пару дней назад, я влюбилась с нее с первого взгляда, хотя она черная, и к тому же из достаточно плотного материала что-то в ней меня как-то привлекло, поэтому я очень хочу скорее сделать в ней всякие фотографии, и мне кажется, что она классная. Дальше взяла с собой такой комбинезончик, думаю, можно это сказать. Он очень нежный, с цветочной расцветкой, и, по-моему, эта одежда просто синоним слова «лето», так что, конечно, возьму. Еще один комбинезон. Я купила его летом и особо как-то не носила, но тоже думаю, что на завтрак, допустим, сходить просто прогуляться. Очень милый, удобный, и в нем максимально комфортно себя чувствуешь, потому что очень приятный материал, отлично прилегает к телу, не потеешь в нем, а, в принципе, это самое главное, потому что в первую очередь нужно думать о своем собственном комфорте, и мне в этой вещи комфортно, поэтому почему бы не взять ее с собой? И последнее, что я возьму из одежды, это простая футболочка с милым пончиком, в которой я буду спать, потому что я как-то, не знаю, никогда не могла спать без одежды, есть люди, которые могут спокойно спать голыми, вот я так никогда не могла, то есть мне может быть жарко, но я все равно буду хотя бы в футболке, потому что, ну, как можно спать без одежды? Это же некомфортно! Так что вот, футболку беру с собой, чтобы спать у них. Ну и как-то так мы с вами заполнили целый чемодан, и, если честно, я не ожидала, что он заполнится полностью, я думала, что здесь еще останется куча места, что я беру с собой совсем немного вещей, но, видимо, я была не права. Так что давайте сейчас попробуем все это закрыть, я надеюсь, у меня получится, пожелайте мне удачи! В принципе, не так все плохо, как я думала, теперь давайте собирать мой рюкзак, с которым я полечу в самолете. Вот чудесный рюкзачок, с которым я полечу, он сделан из резины, он непромокаемый, он очень милый и достаточно вместительный. Первое, и, пожалуй, самое важное, это, во-первых, мой загранпаспорт, а, во-вторых, это бумага о том, что вчера я прошла тест на коронавирус, и то, что этот тест у меня отрицательный, значит, у меня нет никакой болезни, потому что это, в принципе, самое главное, поэтому, разумеется, я беру его с собой. Следующее, то, без чего никто из нас не может прожить, это, во-первых, зарядка для телефона. Я специально купила себе новую, потому что предыдущая барахлила, и чтобы не было никаких проблем, чтобы ни о чем не волновалась во время путешествия. Телефон, я не знаю, нужно ли здесь что-то объяснять, просто-просто мой телефон, мне он нужен. И, конечно, наушники, потому что я не представляю, 6 часов без музыки, это будет просто ад, поэтому сразу беру их с собой, чтобы, вот, не дай бог не забыть их. Дальше идёт вот такая вот странная штука, на самом деле это просто штатив для камеры, которую я сейчас использую, поэтому я не могу показать вам камеру. Я возьму камеру с собой и штатив, потому что его можно прикрепить вообще куда угодно, даже если постараться, можно, например, сделать вот так вот на руку, и, в принципе, вот так вот снимать. Всем привет, это мой влог. В общем, очень удобная штука, очень удобная штука, и я её беру с собой. Беру свою расчёску, потому что за 6 часов в полёте я думаю, что она мне точно понадобится, чтобы как-то привести себя в порядок, если я, допустим, буду спать в самолёте, и прическа может испортиться, чтобы я всегда была уверена в своём внешнем виде. Антибактериальные салфетки и также антибактериальный гель. И он, кстати, очень миленький. Во-первых, он пахнет bubble gum, а во-вторых, тут изображён чудесный единорог, если вы вот его сейчас увидите. Я надеюсь, что вы его видите. И вообще ещё я обязательно возьму с собой какую-нибудь книгу. Я просто ещё не решила, что именно я буду брать, что я буду читать, но в ближайшее время выберу и буду читать, потому что в самолёте будет скучно. То есть, конечно, интересно там первые минут 40 смотреть в окно, слушать музыку, а потом может захотеться ещё чего-нибудь. И книга — это вообще просто лучшее, что можно делать, когда ты в самолёте над тысячами метров от земли. Вот я и собрала свой чемодан и свой рюкзак. По-моему, это было очень интересно. Я получила невероятное удовольствие от того, что делаю это вместе с вами. Так что, если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, и напишите мне комментарий, например, когда вы в последний раз были в отпуске, и куда это было, что это была за страна, что это был за город, или, может быть, вы планируете какое-то путешествие, например, на этот Новый год. Мне будет очень интересно почитать. И если вдруг вы что-то планируете, то я тоже желаю вам максимально хорошего, комфортного путешествия, комфортного полёта. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро во влогах из Дубая. Я очень уже жду того момента, когда смогу их для вас монтировать и выкладывать. Так что, увидимся. Я вас очень сильно люблю. И пока-пока!